Здравствуйте, уважаемые участники Олимпиады по математике. Сегодня мы проведем разбор задач муниципального этапа Всероссийской Олимпиады школьников по математике в девятом классе. Перед тем, как перейти к разбору задач, я напомню критерии оценивания решений олимпиадных задач. Напомним, что каждая задача за полное обоснованное решение оценивается в 7 баллов. В зависимости от того, насколько это решение полное, задачи могут распределяться следующим образом. На этом слайде показаны возможные варианты. Итак, если дано полное, обоснованное, верное решение, то задача оценивается в 7 баллов. Если решение верное, но имеются небольшие недочеты, которые не повлияли на правильность решения, ну это могут быть описки или какие-то арифметические ошибки, то задача может оцениваться в 6 или 7 баллов, в зависимости от того, как повлекли эти недочеты на решение задачи и на результат. Если решение задачи в целом верное, но есть несущественные ошибки, ибо бывает пропущен случай, но в общем они не повлияли на логику рассуждений, тогда задача может быть оценена в 5 или 6 баллов. Если верно рассмотрен один из двух, например, более сложный, существенный случай, или задачи типа оценка плюс пример, верно получена оценка, то задача может быть цена в 3 или 4 балла, в зависимости от того, какую важность имеет полученная оценка или какой из более сложных случаев рассмотрен в данной задаче. Могут быть задачи доказаны только лишь вспомогательные утверждения, которые в дальнейшем могли бы помочь в решении задачи, но, тем не менее, задача не доведена до конца, и только лишь решение ограничено рассмотрением вот этих вспомогательных утверждений. Здесь обычно оценивается в 2 или в 3 балла. Если рассмотрены отдельные важные случаи, но решение в принципе отсутствует, то здесь может быть задача не оценена, то есть оценена в 0 баллов, либо в 1 балл. Ну, например, под бодом получен 1 ответ, хотя решение предполагает нахождение всех решений. 0 баллов, если решение неведное, и продвижение отсутствует, либо решение отсутствует вовсе. Итак, давайте перейдем к разбору задач участников Олимпиады в девятом классе. Итак, первая задача. Найдите квадратный трешлен f от x с целыми коэффициентами, такой, что будет выполнено равенство. Значение квадратного трешлена в точке 2020 равно 2021. Надо обратить внимание на то, что здесь действительно нужно учесть условия задач, что квадратный трешлен построен должен быть обязательно с целыми коэффициентами. Заметим, что для полного решения достаточно привести пример квадратного трешлена, который удовлетворяет условию задачи. Ну, приведем один из способов рассуждения, как можно построить такой трешлен. Например, если мы представим исходное значение квадратного трешлена в точке 2020 как 2020 плюс 1, а 2020 как произведение числа 2020 и 1, то тогда, если принять за x значение 2020, то тогда понятно, что единицу можно получить как x минус 2019. Ну и, следовательно, f от x можно представить как произведение x и двухчлена x минус 2019, ну и, соответственно, добавить единицу. Таким образом, решением задачи может служить квадратный трешлен f от x равный x в квадрате минус 2019x плюс 1. Понятно, что здесь можно привести и другие решения. и заметим, что если приведен пример квадратного трешлена и показан, что он удовлетворяет условия задачи, такая задача будет оценена 7 баллов. В данном случае достаточно привести только пример. Ну и показать, что он удовлетворяет всем условиям задачи. Задача 2. Два автохозяйства отправили несколько машин для перевозки грызов. Число машин, отправленных из второго автохозяйства, меньше удвоенного числа машин, отправленных из первого. Если бы первое автохозяйство послало на две машины больше, а второе на две машины меньше, то машин из второго автохозяйства было бы больше, чем машин из первого. Вопрос. Сколько машин отправлено из каждого автохозяйства, если всего было отправлено менее 18 машин? Ответ обоснуйте. Заметим, что здесь в условии указаны неравенства, связывающие как раз искомые величины. Поэтому задача здесь построить систему таких неравенств и корректно решить. Например, если мы за х и у обозначим скомое число машин, отправленных первым и вторым автохозяйством соответственно, то мы можем получить, исходя из условия, следующее неравенство. Первое условие. Число машин, отправленных из второго автохозяйства, меньше удвоенного числа машин, отправленных из первого. Следовательно, у будет меньше, чем 2х. Следующее условие. Если бы первое автохозяйство послало на две машины больше, а второй на две машины меньше, то машин из второго автохозяйства было бы больше, чем машин из первого. Значит, получаем условие. y-2 будет больше, чем x-2. И, наконец, еще у нас одно условие. Сумма искомых величин x и y меньше 18. Следовательно, задача свойств к решению целых положительных числов следующей системы неравенств. Итак, проанализируем первые два неравенства. С одной стороны, y меньше, чем 2х. С другой стороны, y больше, чем x плюс 4. Следовательно, 2х будет больше, чем x плюс 4. Отсюда мы получаем, что x больше 4. Из второго и третьего неравенств следует... Следует, что 18 будет больше, соответственно, чем x плюс x плюс 4. То есть, x будет меньше 7. Итак, первое условие, что x больше 4, мы получили из первого и второго неравенства. Второе условие, что x меньше 7. Из второго и третьего неравенств. Учитывая, что искомые величины x и y – это целые числа, мы получаем возможные значения для этих величин. Итак, x либо 5, либо 6. Ну, рассмотрим каждый случай отдельно. При x равном 5 мы просто получаем конкретную систему неравенств относительно переменной y. Подставляя систему, мы получаем, что y меньше 10 с одной стороны, а с другой стороны y больше 9. Ну, понятно, что ни одного значения, удовлетворяющего этим двум неравенствам, нет. Если x равна 6, то для y получаем другую систему. y меньше 12 и y больше 10. из этих неравенствам следует, что y может принимать только одно значение 11. Следовательно, из первого автохозяйства отправили 6 машин, а из второго – 11. Это и будет являться ответом к данной задаче. Заметим, что если для данной задачи дан только верный ответ, ну, например, каким-то образом подбором этот ответ, то задача оценивается не более чем в 1 балл. Если составлена верная система неравенств, но при этом решение не найдено, задача также будет оцениваться в 1 балл. Если верно найдена оценка для количества машин одного из автохозяйства, то здесь оценивание будет до 2 баллов. Задача 3. Итак, АЕ и БД – 50-30 треугольника АВС. Известно, что равны отношения углов. СДЕ относится к углу БДЕ, так же, как угол СЕД относится к углу АЕД. Доказать, что треугольник АВС равнобедренный. Итак, введем необходимое обозначение. Обозначим угол СДЕ через АЛЬФА1, соответственно, БДЕ АЛЬФА2, СЕД через БДЕ1, и, соответственно, АЕД БДЕ2. Тогда по условию мы имеем равенство отношений. АЛЬФА1 относится к АЛЬФА2, так же, как БДЕ1 относится к БДЕ2. Пусть это отношение равно К. Попытаемся его определить. Учитывая, что сумма углов треугольника равна 180 градусов, поэтому сумма углов АЛЬФА1 и БДЕ1 будет равна 180 градусов минус гамма. Угол гамма – это угол С. С другой стороны, сумма углов АЛЬФА1 и БДЕ2 совпадает с суммой углов ОАБ и ОБА. А эта сумма равна 90 градусов минус гамма пополам, потому что АЕ и БД – это бисектрисы. Значит, полусумма углов А и Б как раз равна 90 градусов минус гамма пополам. Тогда, учитывая наше отношение и учитывая теперь соотношение, которое мы получили, мы имеем следующую цепочку равенств. Сумма АЛЬФА1 и БДЕ1 равна удвоенной сумме АЛЬФА2 и БДЕ2 из отмеченного свойства. И по условию это будет К умножено АЛЬФА2 плюс БДЕ2. Отсюда получаем, что К равно двум. Соответственно, угол АЛЬФА1 вдвое больше угла АЛЬФА2, а БДЕ1 вдвое больше угла БДЕ2. А теперь заметим следующее. Рассмотрим треугольник СДЕ. И здесь проведем дополнительное построение. То есть рассмотрим соответственно бисектрисы угла СДЕ и СЕД. И пусть эти бисектрисы пересекаются в точке в некоторой точке О1. Получим точку О1. Пусть бисектрисы углов СДЕ и СЕД пересекаются в некоторой точке О1. Тогда учитывая, что угол АЛЬФА1 вдвое больше угла АЛЬФА2, следовательно угол О1 ДЕ будет равен АЛЬФА2. То же самое справедливо для угла О1 ЕД. Он будет равен углу БДЕ2. А теперь рассмотрим четырехугольник ДОЕО1. очевидно, что из доказанного треугольник ДОЕ будет равен треугольнику ДО1Е. И, следовательно, О1О будет перпендикулярно соответственно отрезку ДЕ. Заметим еще следующее, что точки О1 и О лежат на бисектрисе угла С. Ну, во-первых, точка О это точка пресечения бисектрис треугольника АВС. С другой стороны соответственно О1 точка пресечения бисектрис треугольника СДЕ. Но соответственно СО содержит бисектрису и треугольника СДЕ. Следовательно в треугольнике СДЕ бисектриса угла С совпадает с высотой. Следовательно углы при основании будут равны, то есть угол АВС 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 равен углу БТА1 и тогда САЕ угол будет равен углу САЕ БД ну и отсюда следует что тогда и угол А будет равен углу Б. Следовательно треугольник АВС будет равнобедренный с равными сторонами СА и СБ. И так давайте о критерии посмотрим. посмотрим. Если здесь получено отношение, то есть получено отношение, которые значит, вот отношение углов АВС 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 это 2, то задача в этом случае оценивается в 2 балла. При дальнейшем продвижении здесь можно получить больше 2 баллов в зависимости от того, насколько продвинуто, насколько решение приближено к окончательному дан правильный правильный ответ. Задача 4. Существуют ли целые отличные от нуля числа А, В, С и Д, такие, что выполнено равенство? Произведение этих чисел равно произведению трех сумм. Заметим, что первое множитель без слагаемого А, соответственно, второй без слагаемого В, третий без слагаемого С, и, наконец, что-то без слагаемого В. Необходимо ответ обосновать. На самом деле идея решения достаточно простая, но наверное только нужно догадаться, как построить такие числа, чтобы они удовлетворяли вот этому требованию. Вот что заметим. Если мы возьмем сумму четырех произвольных целых чисел, которая равна нулю, дающей сумме ноль, то очевидно мы получим решение задачи. Так как действительно, если сумма четырех чисел равна нулю, то соответственно сумма любых трех из этих чисел равна числу противоположному оставшемуся. тогда учитывая, что у нас множителей будет четыре, произведение четырех данных сумм будет равно произведению чисел противоположных искомым числам. но учитывая, что число множителей четное, мы получаем как раз произведение по требованию задач произведение самих чисел А, В, С и Д. Например, условие задачи удовлетворяет четвертка чисел минус 3, минус 2, 1 и 4. На самом деле можно взять любую четвертку чисел, которая в сумме дает соответственно 0. И понятно, что здесь если в решении задачи приведена четвертка таких чисел и показано, что она удовлетворяет условия задачи, задача оценивается в 7 баллов. Так, задача 5. В компанию из 12 человек пришел журналист. Ему известно, что в этой компании есть человек X, который знает всех остальных членов компании, но которого не знает никто. Журналист может к каждому стену компании обратиться с вопросом, знаете ли вы такого-то? Может ли журналист установить, кто в компании X, задав меньше 12 таких вопросов? Заметим, что по условию задачи все отвечают на вопросы правдиво, и одному человеку можно задавать несколько вопросов. Ответ необходимо обосновать. для решения этой задачи достаточно привести пример стратегии, который приводит к цели, а именно за число вопросов меньше 12 мы выясняем, кто в компании X. Приведем пример такой стратегии. Например, сначала журналист выбирает произвольных членов компании. Назовем их А и Б. Человеку А задает вопрос, знаете ли вы Б? Из ответа да, будет следовать, что Б не X, поскольку X не знает никто. А если он отвечает нет, то тогда А не X, так как X знает всех. Смотрите, за один вопрос, у нас исключается один человек. И в дальнейшем не нужно задавать вопросы ни ему, ни о нем. И тогда мы приходим к начальной задаче, но теперь в компании соответственно 11 человек, и среди них обязательно есть человек X, который опять же знает всех в этой компании, но его не знает никто. Теперь продолжая таким же образом, мы последовательно исключим 11 человек, при этом нам понадобится всего только 11 вопросов. В результате этого вопроса после 11 вопроса остается один человек, он и будет как раз искомый. отметим, что здесь необходимо привести обоснованную стратегию, которая приводит к ответу. Если получен только правильный ответ, например, в ответе указано, что 11 вопросов понадобится, то это решение не считается. Такой ответ оценивается в 0 баллов. А если с другой стороны придет пример стратегии, состоящей из числа вопросов больше 11, то такое решение также оценивается в 0 баллов. Полное решение здесь предполагает именно описать стратегию журналиста, при котором за число вопросов меньше 12, он однозначно бы определял, кто в компании неизвестно лицо X. Итак, мы рассмотрели все задачи, ну и в заключении пожелаю вам успехов. Спасибо за внимание. До свидания. субтитры